Здравствуйте! Мы на старте дистанции. Самые интересные спортивные события минувших 7 дней в нашем еженедельном обзоре. Сегодня в программе. Северсталь ушла на отдых 12-й. Сейчас есть время, у нас перерыв, чтобы что-то исправить, наверное. Праздник волейбольного мяча побил рекорд. Посмотрите, это праздники больше 60 родителей. Это активные родители. Волода Чаваката выпала из первой восьмерки. Нас превзошли по таким компонентам, как самодача, как желание выиграть. Алмаз обыграл лидера чемпионата МХЛ. Видимо, вознаградил нас. Ежегодный детский праздник мяча в Череповце собрал рекордное количество участников. В спортивном комплексе «Юбилейный» собрались команды из 29 детских садов Череповца. Этот праздник организуется в рамках большого городского проекта «Школы мяча», развитием которого совместно занимаются управление образования города, комитет по физкультуре и спорту и волейбольный клуб «Северянка». В этом году в него включились учебные заведения уже во всех районах Череповца. Для большинства из них городским спорткомитетом были централизованно закуплены мячи. А на празднике дети уже демонстрировали то, чему они успели научиться. Сегодня прошел четвертый детский городской спортивный фестиваль против волейбола «Мяча». Начинали мы с детскими заданиями за Шексинского района. Было всего 7 участников, сегодня уже 28. Далее у нас идет следующее встречение при общении детей к элементам волейбола и к игре в волейбол. Заренание по пианирую в голову. Это будет в апреле месяце. Тоже желающим очень много, более 25 лучших команд. Театрализованное представление в «Юбилейном» не оставило в стороне и взрослых. Успели поиграть на площадке и родители детей. Правда, спортивный снаряд был необычный – валенки. Кроме того, у детей и их родителей была возможность познакомиться с работой школы Олимпийского резерва по волейболу, в которой их с большим нетерпением ждут. Показательными в выступлениях новичков с дюшер могли поучаствовать и детсадовцы. По-другому и быть не может. Это первая ступенька в системе подготовки волейболиста в городе Киевовце. Именно в студентке вкладах мы закладываем основы, основы интереса в этой нашей семье. Поэтому за этими ребятишками сейчас будут выступать те, которые в этом году как-то все впервые приступили в город нашей волейбольной школы. Поэтому праздник учить, развиваться и успехов тем преподавателям садиков, которые вот так активно поддерживают развитие волейбола в Киевовце. Занятия в рамках школы мяча будут продолжаться в детских садах и начальной школе весь учебный год. Но сейчас дети уже целенаправленно начинают готовиться к соревнованиям по пионерболу. Мы ходим по школам и приглашаем детей к нам на занятия. И, конечно, очень большая роль в этом родители. Приведут они к нам детей или нет? Посмотрите, вы на этом празднике, сколько дети родители. Это активные родители. И поэтому я уверена, что те, которые на сегодняшний день участвуют, конечно же, когда получат приглашение от волейбольной школы, они, конечно же, нам придут. Очередной успех черепоедских бойцов смешанных единоборств на международной арене. В битве героев в Санкт-Петербурге всерьез заявила себе на профессиональном ринге тяжеловес из Череповца. Представитель черепоедского клуба «Спарта» Антон Визигин дебютировал на столь престижных соревнованиях. Это был большой вечер боев в рамках турнира «ММА. Битвы героев». Антон сражался в весовой категории свыше 93 килограммов. Его соперником был боец из Санкт-Петербурга Руслан Кубенев. Бой продлился всего 24 секунды. Воспитанник тренера Сергей Коршунова провел серию ударов, отправив своего оппонента в глубокий нокаут. Чистая и быстрая победа, к удивлению многих специалистов. Вологда Чеваката потерпела неожиданное поражение от Красноярского ЕДС в матче чемпионата Российской премьер-лиги. Соперник вологодской команды перед этой игрой занимал последнее место в турнирной таблице. Обе команды имели в активе всего по одной победе, что придавало дополнительную значимость результату матча. Первая четверть встречи сложилась неудачно для вологжанок 14-20. Во второй десяти минутке вологодские баскетболистки не только настигли соперниц, но и сами ушли вперед на те же шесть очков. Но очередной провал в конце четверти и после первой половины матча впереди Енисей. 38-44. После большого перерыва подопечные Дмитрия Донского в очередной раз настигли соперниц и достаточно долгое время в четвертой четверти даже лидировали в счете. Однако в концовке Енисей сыграл великолепно в атаке, что и принесло гостям успех. Они забили несколько важных мячей, а в вологжанке допустили слишком много промахов. В итоге 66 на 75 поражение Вологды. И место в первой восьмерке потеряно. У нас превзошли по таким компонентам, как самодача, как желание выиграть, как элементарные вещи борьба на подборе, борьба за любой мяч, как они падали, пластались. Да, и в принципе где-то я этой командой восхищаюсь сегодня, потому что сыграли они очень прилично и прыгнули, наверное, выше головы. А мы даже свой уровень, наверное, не показали. И где-то тактически неграмотно, может, были решения, может быть, против зоны где-то у нас не пошли атаки. Но проиграли по всем статьям, проиграли заслуженно. И, наверное, где-то моя вина, что где-то тактически команду не подготовил. Но на ошибках хочется, и, конечно, обидно, что этот проигрыш там может дальше аукнуться так, что большие проблемы с попаданием в восьмерки могут возникнуть. Сегодня были ошибки, которых не следовало было совершать. Это была жесткая игра, и, да, были плохие ошибки. Возможно, связаны с недопониманием. Вологда Чавоката заняла первое место по итогам группового этапа Кубка Фиба Европа. В заключительном матче Чавокатки на своей площадке принимали клуб «Цмоки» из Минска. Для того, чтобы занять первое место, Вологде было необходимо побеждать. И вологодская команда справилась с задачей. Судьба встречи решилась во второй четверти, в которой хозяйки зала смогли создать существенный отрыв. И ушли на большой перерыв, лидируя с разницей в счете в 12 очков. Во второй половине матча Чавоката умело пресекла все попытки погони и довела встречу до победы. 66 на 57. Таким образом, вологжанки выиграли на групповом этапе пять матчей из шести и заняли итоговое первое место. На следующей стадии турнира команды будут играть уже по формуле плей-офф. «Неоднозначная игра, конечно же, и три очка мы проиграли вторую половину, и мы уже об этом говорили, что у нас нет инстинкта, если так можно выразиться, убийцы, потому что эту команду можно было обыгрывать с большей разницей, просто проявить где-то хладнокровие, где-то больше сыграть поумнее и принять правильное решение». «Мы немножко подустали, все-таки, ну, почти конец года, осталась последняя, еще одна игра осталась до конца, вот, были нагрузки, мы готовились к этой игре, ну, мы каждую игру, как бы, выкладываем какие-то эмоции и все, все, что, ну, как бы, мы настраиваемся, и, может быть, ну, не могу сказать, что мы не настроились на эту игру, мы также настраивались, может быть, не хватило, правильно Дмитрий Федорович сказал, вот, именно вот такого вот, как бы, стержня, чтобы... «Не были такие качели». Хоккейная команда «Алмаз» взяла реванш у лидера чемпионата МХЛ. В последнем домашнем матче уходящего года молодые череповчане обыграли «Энергию» из чешского города Карловы Вары. В первом матче против «Энергию» у «Алмаза» было неплохое начало. Антон Шихарев открыл счет, и некоторое время хозяева площадки были впереди. Однако затем гости забросили три шайбы подряд и думали, что из-под встречи ясен. Но череповчане и не думали сдаваться. В третьем периоде сначала Вячеслав Скобелев, а затем Артем Першин забросили по шайбе и снова ничья 3-3. В овертайме удача все-таки улыбнулась чешской команде. Под заново с пятиминутки они смогли забросить победную шайбу. 3-4 поражение «Алмаза». «Очень тяжело играть. Команда на порядок взрослее, опытнее, мощнее. Поэтому здесь за счет хорошего движения. Только за счет хорошего движения и установки выполнения. В каких-то моментах у нас получалось. Были моменты для контратакции. К сожалению, вот эти обидные ошибки при игре в большинстве. И, в общем-то, игра была равна, но проиграли за счет большинства, меньшинства сегодня». Череповецкая команда учила ошибки предыдущих встреч с «Энергией» из «Карловых вар» и на этот раз сыграла надежно в обороне и использовала шансы в атаке. В первом периоде Сергей Купцов реализовал булит. Во второй 20-ти минутке череповчане использовали численное большинство. Отличился Дмитрий Баранов. «Старались также играть активно. Бегали, бросали, пытались забить. Все получилось удачно сегодня». Затем третью шайбу «Алмаза» и свою вторую в этой игре забросил Сергей Купцов. 3-0. Чешские хоккеисты смогли отыграть только один гол в конце матча, заменив «Ротаря» шестым полевым игроком. В итоге 3-1 победа «Алмаза» в последнем домашнем матче уходящего года. «Та же самая отдача, что вчера. Немножко удачи. Видимо, вознаградил нас за усердие, за старание. Скомканный третий период, но помятую встречу в Карлу Хвара, когда мы 3-0 выигрывали. Немножко психологически было не совсем уютно». Энергия осталась безоговорочным лидером западной конференции МХЛ. А вот «Алмаз» занимает девятое место с хорошими шансами побороться за место в первой пятерке. Сейчас в чемпионате небольшой перерыв. У хоккеистов есть время подумать о новогодних подарках. «Поздравления на видео снимаем. Так больше ничего. А так родителям сами покупаем. Стараемся удивить чем-то». Далее черепаевской команде предстоит серия матчей на выезде. 23-24 декабря «Алмаз» в Санкт-Петербурге сразится с «Динамо». «Соперники все сейчас вышли на такой определенный равный уровень. Поэтому выигрывать серию какую-то очень тяжело. Сейчас вот последний месяц были спарены игры. Мы играли с прямыми конкурентами по нашему дивизиону. Поэтому настрой на какую-то повторную игру уже совершенно у соперника другой. И очень тяжело настраиваться. В целом домашняя серия, я считаю, что удалась. Соперник это лидеры были, сейчас одни из лидеров. Команды быстрые, очень взрослые, физически сильные. Мы видели, что очень тяжело было против них играть. Мы затратили много сил. Хорошо, что сейчас такая пауза есть, когда можно восстанавливаться, можно залечить какие-то травмы. Хоккейная команда «Северсталь» проиграла последний перед перерывом матч в чемпионате КХЛ. На своем льду череповчане потерпели неудачу во встрече с одним из своих конкурентов в борьбе за место в плей-офф подмосковным «Витязем». Задержка игры на полчаса и за опоздание на матч «Витязя», застрявшего в пробке, не сказалось на боевом настрое команд. Первый период прошел в энергичной борьбе, но, правда, без заброшенных шайб. А вот уже в начале второй 20-ти минутки череповчане реализовали численное большинство. Геннадий Столяров удачно подставил клюшку под расчетливый бросок Логана Пайта от синей линии. В третьем периоде команды забросили пять шайб, при этом четыре влетели в ворота Северстали. Сначала гости вышли вперед 1-2. Однако Дмитрий Когарлицкий на 57-й минуте в большинстве счет сравнял, но радость была недолгой. Через минуту череповчане снова пропустили. А последняя шайба влетела уже в пустые ворота, так как Якуб Штепанок был заменен шестым полевым игроком. В итоге поражение Северстали 2-4. Пропустили, ненужный, необязательный гол, потом быстрый второй. Свои ошибки, сами ошибаемся, проигрываем игры. Сейчас есть время, у нас перерыв, чтобы что-то исправить, наверное. Подтянуть, будем этим заниматься. Ребятам благодарен, проявили характер, вытвешили из себя и все. И, в общем-то, доверили, провели этот матч. В третьем периоде наделали массу ошибок, которые привели голок. Эти ошибки, голок уровня КХЛ не имеет права допускать такие ошибки. Просто не имеет права. У нас, к сожалению, они проявились. Проявились эти ошибки, за что мы и поплатились. В чемпионате КХЛ начался перерыв, связанный с участием сборной России в Евротуре. Череповецкий клуб занимает 12-е место в западной конференции. Следующий матч Северстали проведет также на своем льду. 24 декабря череповецкая команда сразится с московским «Динамо». Мы достигли финиша. Снова жду вас на дистанции через неделю в это же время. До встречи и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова